Близится один из самых почитаемых православных праздников, когда верующие погружаются в купель, как принято считать, со святой водой. Для одних это проверка на прочность, для других попытка смыть грехи. Ничего такого страшного и предосудительного в этом нет, мы понимаем, что это существует, но и каким-то образом говорить, что это прям вот непременно нужно сделать, это тоже будет неправдой. И сразу хочу предупредить, что грехи не смываются купанием в крещенской проруби. Грехи – это то, что мы только посредством таинства святой исповеди, исправлением своей жизни, обращением к жизни духовной можем исправить и преодолеть в себе. Тем, кто все-таки собирается окунуться, специалисты рекомендуют делать это правильно и помнить о трех важных аспектах. Психологическая подготовка, то есть здесь надо понимать, что человеку предстоит выход из зоны комфорта, причем достаточно резкий, нужно раздеться на морозе и погрузиться в достаточно холодную воду. И к этому тоже нужно быть готовым. И третья составляющая – это физическая составляющая. Физическая составляющая – это, во-первых, элементы закаливания организма. Отчасти этот вопрос, он опять же относится к моменту психологической подготовки. Ну и вторая часть – это, в принципе, допуск по здоровью, давайте назовем это так. В принципе, человек, который раздевается на холоде, человек, который собирается погружаться в холодную воду, он должен быть исходно здоров. Не стоит забывать и о технике безопасности. Трого-настрого нырять нельзя. Трагедии, которые были в том году, знаменитые в Ленинградской области, которую вся Россия узнала, говорят об этом однозначно – нельзя нырять. В купель нужно спускаться. В купель нужно выбирать организованную, не хаотично созданную непонятно где и непонятно кем, а организованную, как правило, местными властями. Там сделано все для безопасности и в том числе там есть дно под ногами. Спускаться нужно постепенно. И желательно все-таки не погружаться с головой. В этом году в Южноуральской столице оборудуют шесть купелей. По две на Шершнях, на Озерах Смолина и Первом. На месте будут дежурить бригады медиков и спасателей. Необходимо помнить о том, что перед купанием нужно разогреть тело и сделать разминку, а также позаботиться об удобной и нескользящей обуви. Если все сделать по правилам, то крещенское купание действительно принесет пользу, а не вред, говорят эксперты. Владимир Лузгин и Владислав Шишмаренков. Урал.1.